Итак, ребята, всем привет! С вами снова Настя Лир, и я приветствую вас в новом видео на моем канале, а именно, нарисуй свою жизнь. Я буду рассказывать именно о лошадиной части всех тех вещей, которые со мной происходили, ну потому что это тематик моего канала, и я думаю, что вам вряд ли было бы интересно слушать о том, как, не знаю, я с кем-то там дружила, куда-то там ходила и делала что-то такое скучное, что делала мы все в нашем детстве. Поэтому, да, сегодня я расскажу вам все, что было связано с конями. На самом деле, очень много классных историй есть у меня, и вы сегодня их узнаете. И да, хочу вас сразу предупредить, чтобы вы больше обращали внимание не на мои прекрасные навыки как художника, потому что я в своих рисунках, иллюстрациях пыталась передать больше смысл и душевность, а не красоту. Поэтому, да, давайте приступим. Не судите мне строго, как говорят все, что вам мои все-таки прекрасные навыки не помешают воспринять мою лошадиную историю жизни. Потому что действительно есть много того, что, мне кажется, вам было бы интересно обо мне узнать. И вообще, я так заметила, что эти лошади очень часто меня преследуют. Ну, вообще, все началось с самого-самого детства. Да, буквально с самых пеленок я была влюблена в лошадей. И вы сейчас узнаете даже, каким способом я узнала о том, что есть такие прекрасные животные. Я смотрела мультик, который назывался «Бременские музыканты». Настя увидела осла и просто влюбилась всем сердцем. Реально, я буквально маленьким карапузиком безумно полюбила этот мультик. И до сих пор буквально у меня это просто, знаете, к сердцу чаще биться начинает. Да, именно осел. Вы, наверное, подумаете, Настя, ну, типа, осел, это же мне лошадь. Ну, осел и лошадь довольно близко, поэтому можно сказать, что осел это была просто из мультфильма «Бременский музыкант» и просто моя любовь. Всегда. В общем, да, Настя встала на четвереньки и поскакала, и все понеслось. Все началось с самого-самого детства. Когда я подросла, мама поняла, что так просто я от нее не отстану, потому что я постоянно была, не знаю, безумным фанатом лошадей. И мама отвезла меня в СУЦ плайнерное. Это такая спортивная база, вот, где в том числе была очень хорошая конюшня. Да, она и сейчас там есть, но как бы, да, это была моей мечтой просто. И мама тоже очень многим жертвовала своим временем, и я за это безумно благодарна, потому что не каждый родитель согласится давать ребенка в такой довольно опасный вид спорта. Но моя мама разделяла, к счастью, да и сейчас разделяет мои интересы. Я за это безумно благодарна, потому что, если бы не мама, то, я думаю, у меня не было бы такого веселого, безбашенного детства. Конечно же, в этом месте я мечтала именно показаться на лошадках, а не на пони, и найти себе друзей. Это просто была, не знаю, мне кажется, одна из самых счастливых пор в моей жизни. И я безумно благодарна маме, что она действительно учила во мне такую безумную страсть к лошадям и отвела меня туда. И вот началось. Можно просто отдельно, такой, знаете, этап в моей жизни, как занятие на планерной, то бишь конная школа. На самом деле, мне реально это очень много чего дало. Я занималась там пять лет, то есть до двенадцати. Немножечко опечаталась, короче, до двенадцати лет я занималась, и всего я занималась пять лет. Ну, где-то четыре с половиной, но я округляю, говорю, типа пять. Сразу знаете, такой статус простой. Но это больше были, как, знаете, детские покатушки, нежели настоящий спорт. И вообще, я хочу сказать, что меня не замечали как какого-то талантливого конника, потому что я ходила именно не заниматься спортом, а общаться с лошадками, со своими друзьями, поэтому не было цели как-то выделиться, чтобы меня заметили, взяли более крутую группу. Я просто наслаждалась общением, и это было очень классно. Кстати, моя мама очень надеялась, что я начну подавать какие-то надежды в этом спорте, но нет. Конечно, как полагается, самых новичков сажают на самых медленных лошадей на свете. И сейчас вы можете узрить двух прекрасных лошадок. Одну зовут Валюта. Это чудесная гнидая лошадь, которая самая медленная на свете. И вторая лошадка – это Азалия. Я знаю, что Азалия до сих пор стоит на планерной КСК, но я, кстати, ее не видела, когда ездила в последний раз, но, скорее всего, она там есть. И да, вы видите, у нее такая небольшая бородка. У нее реально была небольшая... даже не знаю, как это назвать. В общем, у нее были на подбородке волосинки. Мы с мамой ржали, типа, вот, ха-ха-ха, бородатая лошадь, ха-ха-ха-ха. А Азалия такая – нет. Ну, Юзи, кстати, довольно часто крысилась и была такая, знаете, вредная лошадка, поэтому мы считали, что она побыстрее валюты и мечтали просто... У нас было соревнование. Кто выиграл, тот сидит на Азалии, кто проиграл – на медленной валюте. Но все равно я их люблю, потому что эти лошадки дали нам основы основ. И вот сейчас вы узнаете просто самый опасный момент. Ну, ладно, далеко не самый опасный. В общем, однажды на занятии я ездила на Азалии. Я себя чувствовала просто мега крутой, потому что Азалия вроде как быстрая, да. И это был первый раз в моей жизни, когда лошадь свечканула. То есть она встала на свечку, и я, главное, была просто в безумной шоке и радости, потому что я себя почувствовала просто нереальным всадником. Просто, знаете, адреналин в крови подскочил просто до небес, и мне было безумно. Классно я себя чувствовала, так круто, чека, который уже шарит в конном спорте и вообще просто скоро будет занимать первые места и брать в кубки. Да, это был мой своеобразный первый раз. Я могла умереть, но это никого не волнует. И, кстати, да, в конце занятия мама спросила, что тебе понравилось больше всего. Я говорю, как Зюзя брыгнула. Невозможно учиться в конной школе и не падать. У меня есть очень много разных классных и не очень историй падений. Сейчас вы видите Лидазу. Это небольшая лошадка, мастика, как спирит, с постоянно набок съезжающим языком. В общем, Лидаза начала делать лодочку. Я, конечно же, полетела, потому что я этого не ожидала. И да, Лидаза вообще была какой-то безумной лошадью. И постоянно вредничала. Мы всегда ее боялись. Следующий случай произошел с лошадью, которого звать Айрон. Это было, на самом деле, очень стремное падение, потому что в конце смены мы уже все были расслаблены. Я шагала и, конечно же, первый раз была на этой лошади. На этом жеребце. Или в Мерине. Мерине, я даже уже не помню, честно говоря. В общем, эта лошадина испугалась птички и полетела просто на другой край манежа. Я, конечно же, упала. Следующий случай произошел тоже снова лошадью, на которую я до этого никогда не ездила. Его звали Принц. Я спокойненько себе ехала рысью вдоль манежа. И тут навстречу нам прибежала какая-то лошадь. И просто со скоростью звука Принц просто полетел. И я тоже не удержалась, потому что был эффект неожиданности. И я упала. Мне было не очень больно. И вообще я ничего себе не ломала перед моих падениями. Просто был небольшой шок. Но, тем не менее, да. Следующее падение было не очень смешное, скажем так. Да, это подобие лошади. Я пыталась, честно, нарисовать нормально. Но это больше похоже на собаку, нежели на лошадь. Короче, это голуб. И я, он хотел... Не хотел, точнее, он прыгать. А я подумала, что он захочет, а он не захотел. Короче, я упала. Но я думаю, вы поняли, что это просто безумие. Да. То, что все дети, которые занимаются в конной школе, они какие-то отбитые. И мы не боялись ничего. И, в принципе, меня все устраивало. Как я думаю, и моих друзей. И, конечно же, как полагается. И, как и у всех конников, у меня был любимый конь на конюшне. Знакомьтесь. Это Тракен Тархун. Он был кусочий, но мне почему-то он понравился очень-очень сильно. Я впервые увидела его и позанималась на нем на индивидуальных занятиях с тренером. Потому что, считаю, он был жеребцом, во-первых. А жеребцы не всегда адекватными бывают. Ну, понятно, почему, собственно, кобыл и все дела. Вот. Но на индивидуальном занятии он был просто лапочкой. Я в него просто влюбилась. Он, да, конечно, был кусочий. И меня он тоже пару раз пытался цапнуть. Но не так прям критично. Все равно мне он очень нравился. И Тархун – это просто любовь не всегда. И, конечно же, тоже тот факт, что он был довольно опасным жеребцом, тоже привлекал меня, скажем так. В общем, это была любовь с первого курса. Серьезно. Нет, ну, правда, он меня прям сильно не кусал. Но я знала, что он такой опасный. И это просто подливало масло в огонь, скажем так. И потом уже после этого индивидуального занятия я начала брать его и в обычные групповые. Помимо конной школы и моего любимого Тархуна, у меня еще было хобби. Это онлайн-игра Ловади. Мне было лет, наверное, 11, когда я прям активно играла в эту игру. И да, вообще, было два моих основных хобби. Реальное и виртуальное. Но потом произошло то, что изменило мою жизнь. Ладно, не пугайтесь, все было так страшно, ничего критичного не произошло. Просто все пошло чуть-чуть по другим ракурсам. Дело в том, что в моей жизни появились три новые вещи. Давайте по порядку. Первый пункт – это рождение моего младшего брата. Я его, на самом деле, очень люблю, потому что Саня очень хороший и милый детенок. В общем, смысл был в том, что в основном мама меня возила в конную школу, а теперь у мамы были другие заботы. И да, к сожалению, она не смогла меня водить на спорт. Второй пункт и вторая вещь, которая изменилась – это то, что началась средняя школа. И нужно было больше времени посвящать чобе. И да, это тоже было довольно грустно. И третий пункт – это, к сожалению, ужасное расписание в моей конной школе. Занятия стали проводиться очень-очень поздно. И помимо того, что у мамы появилась новая, ну не проблема, как новая цель вырастет ребенка, еще и школа у меня началась, еще и занятия поздно. Короче, все это привело к тому, что я не смогла ходить занятия на конную школу. Да, это было, на самом деле, очень грустно. И вообще, это довольно сложный период в моей жизни. Сейчас я вам расскажу о ней подробнее. Да, я очень переживала, что на Тархуне кто-то будет ездить еще. Ну и вообще, когда ты решаешься того, что ты любишь, это довольно грустно в любом случае. И вот началась она, великая депрессия Насти, которая длилась где-то год. Да, вы не ослышались. У меня была жесткая депрессуха, и она длилась очень-очень долго. Дело в том, что меня перестали водить на спорт. Мама была занята тем, что постоянно была с маленьким братом, который был очень, ну понятно, вообще любой ребенок, это когда он маленький, это всегда проблемы. И все это очень сложно. И короче, на меня почти никто не обращал внимания, потому что все были увлечены и поглощены мелким. И я заедала свое горе печеньками. То есть, да, еще от того, что не было спорта, я довольно так понабрала весе. Да, было такое дело. То есть, еще и без спорта. В общем, это просто было ужасное время, потому что у меня не было моих любимых лошадок, у меня не было внимания родителей, потому что все, оно было направлено на маленького орущего санечка. Вот, и, к сожалению, да, вот такая депрессия. Это было очень жестко. Но, слава богу, я ее пережила, и теперь все нормально. Но мне было очень тяжело, честное слово. Я не вру. В общем, из моей жизни ушло мое очень важное увлечение, и настала вторая эпоха, очень важная. Это эпоха лободи. Я не знаю, видимо, за счет того, что я потеряла свое реальное увлечение лошадей, все это я перенесла на лободи. Я играла просто день и ночь. У меня, не знаю, была реально, мне кажется, зависимость. Это, конечно, не очень хорошо. Но я создала в игре Тархуна, чтобы хоть как-то с ним контактировать. Да, вот такие дела. И вообще у меня был целый табу, но для меня лободи это было просто спасение. То есть, это была не просто тупая игра. Я реально компенсировала потерю лошадей в реальной жизни. И вот таким вот странным занятием, как онлайн-браузерная игра. И мне все очень сильно нравилось, на самом деле. У меня реально была зависимость. Это очень... Нет, это вообще не хорошо ни разу, потому что я играла в лободи постоянно. Чтобы вы понимали, Новый год я загадывала желание, лишь бы мне попалась какая-нибудь божественная лошадь в лободи. Либо я загадывала желание, что можно я сегодня, пожалуйста, поиграю в лободи. Я проводила очень много времени в игре. И мне нужно было все больше, больше, больше и больше времени. И как раз в это время я начала вести канал. Благодаря тому, что мне некуда было деть свое время, я просто посмотрела на ютубе, собственно, что снимают люди лободи. Я подумала, почему нет, потому что лободи это то, что я люблю. И я довольно много на тот момент понимала в этой игре. И я решила, что мне нужно все-таки создать канал и снимать туда что-то свое. Ну и то, что я очень долго работала и играла, переросло в тот факт, что у меня появилось очень много денег, очень много пропусков, очень много лошадей. В общем, я стала олигархом, скажем так. Ну, действительно, я прокачала свой аккаунт довольно-довольно. Очень, короче, хорошо я его прокачала и чувствовала себя, опять же, офигенной. Хоть это был не успех и не в реале, а в игре, тем не менее, чувствовала себя очень крутой. Но потом случилось то, что изменило мою жизнь второй раз. Это был взлом. Чтобы вы понимали, у меня опять началась депрессия, и вообще я была маленьким 12-летним ребенком. Для меня это был просто жуткий-жуткий стресс, потому что единственная игра, в которой я чувствовала себя уверенно, потому что у меня не было реальных лошадей, и я потеряла там фактически все. Причем меня взломали очень тупым способом, то есть меня просто развели, я сама скинула пароль. Это было очень глупо, серьезно. Ну, сейчас я понимаю, что... Господи, Настя, какой ты была глупой, зачем? И пропало все. Все мои деньги, все мои разные лошади, весь мой черный рынок, и я себя ощущала просто самым ужасным и самым несчастным человеком на этом свете. Действительно, я буквально лезла на стену от горя, потому что для меня это значило очень многое, тем более, что я еще была ребенком. И плюс это совпало со всеми кризисами, и да, в общем, наложилось одно на другое, и это было просто ужасно. Я не знаю, как и пережила это, но, блин, это правда. Но потом, через какое-то время, я поняла, и на меня снизу зашло прозрение. Я поняла, что Ловли это всего лишь игра, и, по сути, это браузерная игра, то есть там были просто картинки, и как бы если бы я загрузила те самые картинки себе в телефон, то фактически все те лошади, которых у меня украли, все равно были бы со мной. Это очень странно, но до меня это дошло, и я перестала бояться взломов. И да, моя жизнь пошла вверх, и, в общем, все стало хорошо. Потом я восстановилась, и второй взлом. На самом деле, я не так сильно уже переживала по этому поводу. Нет, конечно, про себя я очень была недовольна, потому что Настя как-то опять проскочила, как такое может быть. Но в тот момент у меня уже набралась какая-то аудитория, и я сняла видео о том, что меня взломали, и я получила просто невероятную поддержку. Вы не представляете, я именно тогда поняла, что такое сила вообще подписчиков и зрителей. И YouTube в тот момент просто очень сильно мне помог. В том числе помогли вы, те ребята, которые со мной очень-очень давно, и помнят этот момент. Я действительно была просто шокирована тем, что такое огромное количество ананасов просто помогли мне, поддержали, и мне кажется, если бы не вы, я, наверное, совсем бы умерла от горя, потому что, ну, когда тебя взламывают, это очень тяжело понять, признать. Но сейчас все хорошо, и благодаря вам я как раз смогла оттуда вылезти. Мой канал все так же продолжал расти, и я узнала о таких играх, как Star Stable Online и Alicia. Они как раз направили мой канал в нужное русло, потому что Ловоди после двух взломов было для меня уже не таким интересным. Именно в сравнении я поняла, что Star Stable и Alicia очень интересны игры. И вместе они помогли мне набрать вас, то есть зрителей, которые в данный момент больше 13 тысяч. Я просто в шоке, ребят, откуда вы беретесь, но я очень рада вам и благодарна каждому зрителю, который сделает мой день лучше и тратит свое времечко на просмотры моих видосиков. Вот для меня это действительно очень многое значит, да. И, конечно, свою лепту в это все внесли две вышеперечисленные игры, которым я очень благодарна. И действительно, хотя они, возможно, уже немножечко мне поднадоедают, я их очень люблю. Теперь у меня все хорошо, взломы позади, темные времена, скажем так, тоже. И да, мой канал благодаря вам продолжает расти. Я очень рада, что мое творчество надходит отклик в ваших сердцах. Также из крутых вещей я открыла для себя конный клуб в Нижнем Новгороде, который называется Серая Лошадь. Это просто безумно теплая семья, классная атмосфера и просто это очень крутое место, где, мне кажется, должен побывать каждый, потому что, ну, это просто словами не передать, в сказке не описать. Также я вернулась на свою малую родину, на планерную. У меня даже есть видео об этом, если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. Спустя пять лет я вернулась на планерную, и эмоции были просто офигенные. Я очень рада, что я, скажем так, просто прочувствовала все это заново. Также я встретила своего безумно любимого интернет-друга, тоже благодаря Ютубу и Ловади. И, в общем, спасибо большое вам всем и играм, потому что они делают меня и мою жизнь гораздо счастливее, чем я могла бы быть, если бы всего этого не было. В общем, сейчас у меня все прекрасно. И в заключение я хотела бы сказать огромное спасибо! Либо спасибо действительно просто невероятное и большое вам! Вы, наверное, думаете, что я это говорю куда-то в пустоту, но на самом деле нет. Лично я, когда смотрю какие-то видео, и когда вот там благодаря влогере типа спасибо вам большое, я это как-то не воспринимаю на свой счет. Но когда я сама начала снимать видосы, я поняла, что действительно есть за что вас благодарить. И даже просто то, что вы смотрите и тратите свое время, для меня это безумно важно. Это нереально классно, когда люди тратят свое собственное драгоценное время, которого у нас так, черт возьми, мало в последнее время, да и вообще оно уже закончится в любую минуту, и вы его тратите на мои видосы, и мне это просто безумно приятно. Серьезно, дорогие мои нанасики, спасибо вам большое, что вы посмотрели это видео, что вы были со мной, что вы поддерживали меня и поддерживаете меня и мое творчество. По сей день я очень вас люблю. Действительно, просто вот каждого готова зацеловать от головы до пяток, и вообще это ни разу не преувеличение. Слишком много эмоций в одном видео, но это правда. Просто спасибо вам большое. Мои нанасики. Всех люблю, всем пока, всем удачи.